Наталья Гурзо, актриса театра и кино, мастер дубляжа. Это тот случай, когда артист известен по обе стороны экрана. И хотя громких ролей в ее фильмографии не случилось, ее эпизодические появления навсегда останутся в памяти зрителей. Актриса сумела реализовать себя во многих направлениях. В ее копилке озвученных работ едва ли не в разы больше, чем ролей в театре и кино. Конечно, все вы знаете такие анимационные фильмы, как Чип и Дейл спешат на помощь, а также Дятел Вуди. В первом проекте она озвучила Гаечку, а во втором самого Вуди. И это далеко не полный список ее звездных работ. Наталья Гурзо родилась в Москве в известной актерской семье. Ее отец и мать Сергей Гурзо и Надежда Самсонова оба учились во ВГИКе, затем снимались в кино. Кроме того, младший брат Натальи, тоже Сергей, пошел по творческому пути. Он был бардом, актером, режиссером. К сожалению, не так давно умер от остановки сердца. Его вдова позже рассказывала в одном из интервью. Мы отдыхали с мужем в моем доме в Евпатории. И так получилось, что мне срочно нужно было отъехать по делам на пару часов. В этот момент к Сереже пришел знакомый поздравить с днем рождения. Они не выпивали. Мужу нельзя. Зимой у него микроинфаркт случился. Но в больницу не ложился. Он только на уколы ходил. Сергей пошел провожать приятеля и внезапно упал на улицу. Скорая моментально приехала, что случается нечасто. Но сделать уже ничего было нельзя. Сердце остановилось. Дети актеров, как правило, стараются превзойти своих родителей по популярности. С другой стороны, это очень ответственно. Не уронить честь фамилии. Наталья Гурзо росла активным, жизнерадостным ребенком. У девушки не было сомнений, по какой дороге идти. Она с первого раза поступила в Щепкинское училище. Сниматься в кино начала еще будучи студенткой. Ее дебют в фильме «Кто придумал колесо». Фильмографию Натальи Гурзо нельзя назвать обширной. В ней чуть более 30 ролей. И в основном эпизоды. Но именно благодаря своим эпизодическим персонажам актриса и прославилась. Ее крохотная роль медсестры в фильме «Иван Васильевич. Менять профессию» сделала артистку знаменитой. А до этого актриса Наталья Гурзо уже успела появиться в не менее популярном фильме «Большая перемена» в образе жены Отто Фукина в исполнении Валерия Носика. В целом, 70-е и 80-е годы – это золотое время Натальи Гурзо. В 1978 году на экраны вышел фильм «Голубка», где актриса сыграла главную роль наряду с Еленой Прокловой. Многие зрители ее запомнили как Наташу – молодую любовницу, ставшую женой профессора Смирновского в исполнении Леонида Маркова из фильма «Гараж». Последней ее работой в кино стала картина младшего брата «Рабе Вумен» или по-другому «Резиновая женщина», где Наталья как раз и сыграла эту женщину. Тогда же, в 70-е, актриса увлеклась дубляжом. Многие едва ли не лучше знают ее голос, чем внешность. Ее голосом, помимо уже перечисленных героев, говорят такие персонажи, как Клякса Феникс из мультфильма «Черный плащ», «Мама Грю» из проекта «Гадкий я». Наталья Гурзо участвовала в озвучании и множество фильмов. Например, в комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» она озвучила главную героиню Ольгу в исполнении Антони Сантильи. Также озвучила Маргариту в польской экранизации произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В настоящее время ее последней работой по озвучанию является проект «Филомина», где ее голосом говорит сестра Хильдегар. Наталья Гурзо – настоящий трудоголик, целиком и полностью посвятила себя работе. С семьей и детьми актриса так и не обзавелась. Своё полное одиночество женщина не считает трагедией. СМИ неоднократно писали о том, что на ее семью близким родственникам было наложено проклятие. Дело в том, что прадедушка Натальи по отцу был священнослужителем. Когда мужчина узнал, что его дочь без согласия родителя выходит замуж за еврея, то очень сильно разозлился, якобы даже проклял свой род. Этим фактом часто объясняют одиночество Натальи. А вот у ее младшего брата Сергея в личной жизни было все в порядке. Он состоял в браке, сначала фактическом, затем гражданском, более 40 лет. Правда, детей в этом союзе так и не появилось. Сейчас об актрисе Наталье Гурзо практически ничего не известно. Интервью она уже давно не дает. В любом случае, мы надеемся на возвращение артистки на телеэкраны. И то, что она еще не раз порадует нас своим приятным голосом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok